Мы сегодня поговорим про тему управления талантами. Вы же на эту тему приходили сегодня? Да? Я ничего не напутал? Отлично. Пару слов обо мне. Я работаю в DataArte в роли Chief Coordinator in Talent Management Program. Кто-нибудь знает, что обозначает Chief Coordinator? Что это за роль такая? В других компаниях вряд ли такие роли есть. Кто-то слышал про такие роли раньше? Интересно, могу рассказать. В двух словах, на самом деле, DataArte компания интересна тем, что она во многих аспектах отличается от других компаний на IT-рынке. И одно из отличий – это то, что DataArte – это компания с плоской структурой менеджмента. Вы, наверное, читали об этом где-то, нет? Что это значит? Это значит, что если в классических компаниях есть какая-то иерархия и есть определенные роли, которые отвечают за определенный уровень responsibility, в DataArte эти роли, они, собственно, выполняются какими-то бордами. То есть борд – это состав людей из разных ролей, и они коллегиальные решения принимают по определенным аспектам управления компаниями. Например, операционный борд есть, delivery board и board of talent management в том числе. То есть в разных аспектах управления компанией есть специальные борды, туда входит несколько людей. И один человек может ходить несколько бордов по управлению разными аспектами деятельности. То есть один человек может ходить в борт управления и талантами, и по операционной части, и по delivery, и так далее. Я, например, вхожу в борды по управлению талантами и в некоторые наши профессиональные комьюнити и компетенции. В каждой компетенции, в каждой комьюнити у нас есть тоже профессиональные борды по управлению, и я вхожу, допустим, в QA Auto, в PM Board, в Java Community, в DevOps и в Java. И, собственно, в этом одна из интересных отличий нашей компании. То есть каждый человек может управлять несколькими аспектами компании, тем не менее он может быть задействован в других каких-то аспектах. То есть человек может быть, к примеру, руководителем локации, или быть delivery manager, или вовлечен в какие-то другие аспекты, и при этом заниматься тем, что он управляет одним из аспектов управления компанией. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что какой бы человек умный и сильный не был, капасити неограниченная, а если несколько человек в одной роли выполняют, это тоже обязанность, то, соответственно, у них капасити уже больше. Соответственно, больше решений одновременно может быть принято. Если кто-то, допустим, заболел, в отпуск уехал, тревелил, отвлекся каким-то образом, все равно работа компании не останавливается. Остальные люди, которые в борт входят, они все равно могут принимать эти решения. Еще это хорошо тем, что на самом деле компания DataArt, она интернациональна, распределена по нескольким локациям. Соответственно, один человек, какой бы он, опять же, умный и опытный не был, он не может знать обо всей компании. Если есть представители из разных локаций, из разных направлений, кто-то из delivery, кто-то из operation, кто-то из управления талантами, кто-то еще откуда-то, то решения получаются более взвешенные. В двух словах, таким образом все работает. Есть какие-то вопросы к этой части? Отлично, да, идем дальше. Поговорим мы сегодня на три темы. Первое, что такое талант и что такое потенциал, в чем отличие и почему это важно. Немножко поговорим об управлении талантами в долгосрочных проектах, продуктах, для примера, чтобы посмотреть, как это в проектах происходит, точнее, как это может происходить. На самом деле парадигм управления талантами их много, мы поговорим об одной из них. Слишком мало времени, нельзя схватить все, поэтому на эту тему огромное количество литературы сейчас в интернете и за полтора часа рассказать все не удастся. Ну и расскажем о том, как управлять талантами на уровне компании. Там есть у меня заготовки, собственно, со слайдами об инструментах, то есть какие инструменты применяются для управления талантами в компании, в проектах и так далее. Немножко пару слов о книжке, видите, обложка книжки на этом слайде. С этого все началось на самом деле. То есть этот термин управления талантами, он был введен в этой книге. Эта книга, она явилась как результат исследования многолетнего института Макинзи. Началось исследование в 1997 году. И, собственно, причина, по которой начали проводить это исследование, она была очень интересная и простая. В какой-то момент времени авторы этой книги задались вопросом. В Америке существует огромное количество различных предприятий, достаточно больших, крупных. Но если поделить их по успешности, по определенным показателям, то понятное дело, что какие-то предприятия более успешные, какие-то предприятия менее успешные. Они принимали во внимание скорость роста, прибыльность и так далее. И взяли они в это исследование компании, у которых оборот был от 100 миллионов долларов в год, и проанализировали они чуть больше 100 компаний. То есть два этапа было исследование, то есть в общей сложности это получилось более 100 компаний. Они пообщались с более 5000 менеджерами в каждой компании, то есть имеется в виду in total, 5000 во всех компаниях получилось менеджеров, от SEO уровня до TeamLead, и HR в том числе, и, собственно, пытались понять, а что же общего у тех компаний, которые там более успешные. И почему те компании, которые там не успешные, чего у них нет? От того, что есть у этих компаний, которые более успешные. И в результате исследования обнаружили, что у тех компаний, которые более успешные, у них общие подходы в управлении талантами. А в чем общие? Что их объединяло? Объединяло их то, что те компании, которые были менее успешные, у них были отличные процессы по управлению кадрами, у них были ребята, которые отвечали за управление кадрами, это были классические HR-ы, и вот, собственно, это была классическая компания с классической структурой, с классическими процессами, подходами управления. А в тех компаниях, которые были более успешные, у них за управление талантами отвечали все руководители компании, от верха до низа, абсолютно все. То есть все были вовлечены в этот процесс, и все, собственно, занимались управлением талантами, наймом, подбором, удержанием талантов, и были определенные там программы по этому поводу сделаны. И вся эта книга, на самом деле, она посвящена тому, каким образом управлять талантами в компаниях, ну, талантами с точки зрения как бы менеджмента, то есть как управлять менеджерскими талантами, то есть как нанимать менеджеров, как их мотивировать, развивать и удерживать. Книга спорная, после этого появилось огромное количество различных публикаций на эту тему, и с точки зрения того, как нанимать, удерживать и развивать инженерные таланты, менеджерские, и разные организации поняли вот эту книгу по-разному, и разные организации после этого сделали разные выводы и по-разному стали управлять талантами. Первые компании, которые начали эту систему внедрять у себя в компаниях, они начали что говорить? Они говорят так, что компания настолько успешна, насколько сотрудники, которые в этой компании работают, они талантливые. То есть если мы наймем самых талантливых ребят к себе в компанию, то мы в априори сразу станем самой успешной компанией, и никто не сможет с нами конкурировать на рынке. Ну а сам шин как бы хороший, и с одной стороны, казалось бы, все так и должно работать, но на самом деле есть одна проблемка. Ну невозможно нанять в компанию людей, которые только топ-талант на рынке. Все равно есть там те, кто более талантливый, кто менее талантливый, кто-то более опытный, кто-то менее опытный. Но если ты таким образом выстраиваешь процесс уже, то уже получается все инструменты направлены на то, чтобы находить людей в компанию, привлекать наиболее талантливых, и все средства, инструменты по развитию и удержанию только вот этих вот более талантливых коллег, остальным ничего не достается. То есть остальные как бы просто уже на них фокуса не хватает. А вторая проблема состоит в том, что, ну знаете, команда звездная и команда из звезд, это разные две вещи. И вот в этом случае получается команда из звезд, а звездные команды не всегда получается. Люди, которых привлекают, они успешны в одной компании, в какой-то роли, это еще не значит, что они будут точно такими же успешными в этой компании, в этой роли, а тем более на фоне других таких же звездных коллег, как и они сами. Другие компании, они говорят так, что мы управляем талантами наших коллег, каждый коллега по-своему талантлив, наша задача рассмотреть те таланты, которые у коллег есть, и сделать, собственно, звездную команду, а не собрать как бы звезд и попытаться сделать так, чтобы они как бы работали вместе. В этом случае плюсы какие? Каждому коллеге достается как бы внимание одинаково, то есть не делится там звезда, не звезда, всем внимание достается одинаково, и ресурсы распределяются тоже равномерно, и получается, каким образом фокус строится. Все понимают, что на самом деле сила команды, она не в силе самого талантливого или самого опытного человека, а сила команды измеряется силой каждого человека в команде. Если по какой-то причине кто-то один будет слабее, чем остальные, то вся команда будет как раз равняться силе этого самого слабого коллеги. Поэтому развивать нужно всю команду и органично. В этом случае. Ну и появились еще и третьи компании, которые говорят, у нас есть классические HR процессы, мы сейчас возьмем, поменяем название, допустим, сотрудник на талант, и все процессы останутся так же, но теперь мы управляем талантами, а не сотрудниками, потому что у нас же везде в процедурах написано, что мы управляем талантами. Такие тоже есть, я таких слушал, они звучат интересно, мы уже смотрим, что это классический процесс, ничего не поменялось, но теперь они управляют талантами. Мы немножко дальше пойдем узнаем, что такое таланты, потому что тут очень важно договориться, собственно, что же такое талант, но пока мы до этой темы не дошли, мы немножко поговорим о том, какие стратегии управляем талантами есть. Вот на этом слайде мы видим пять стратегий управляем талантами, на самом деле они могут быть смешанные, то есть бывает так, что какая-то компания выбирает один какой-то путь, одну стратегию, иногда бывает она мешает несколько стратегий, иногда бывает так, что в каких-то проектах одна стратегия, в другом проекте другая стратегия, в каких-то, допустим, проектах объединение идет. И вот под номером один, вы видите, вот первая стратегия, как вам кажется, что это за стратегия такая? А я вам подскажу, смотрите, там очень организованная группа людей пытается взять замок, ну снежный. На самом деле, как бы командная, она может показаться хаотичной, и вот она так вот и выглядит, но в некоторых случаях другого способа управляем талантами как бы не бывает. Но если какая-то компания пытается захватить какую-то новую нишу, и она не понимает эту нишу, она не понимает, какая экспертиза там нужна, не понимает, какие специалисты, какого уровня нужны, не понимает, кто может быть успешен в этой области, то они принимают решение захватывать эту нишу при помощи такого управления талантами. Этот способ, он не хорош, не плох, можно по-другому. Например, можно попытаться сначала сделать какое-то исследование, попытаться разложить все по полочкам, понять, какие специалисты здесь нужны, и пока мы это будем делать, кто-то другой выберет такую стратегию и захватит эту нишу. И вам нужно будет опять разложить все по полочкам, понять, кто удерживает эту нишу и каким образом захватить эту нишу. То есть это тоже как бы стратегия управления талантами, и многие компании как бы этой стратегии как бы поддерживаются. То есть набрать какую-то команду, нам по каким-то причинам кажется, что она способна справиться с задачей, и направить ее на цель. То есть вот вы поставили цель, и в этом случае вторая стратегия, она дополняет. Это цель, основанная на KPI. То есть в этом случае вы как бы говорите, что вот вам цели какие-то, точки какие-то критические, и вот вам нужно сделать все что угодно для того, чтобы эти KPI как бы они были достигнуты. То есть они хорошо как бы сочетаются. Обычно после этого переходит все в третью стратегию. Ну, как правило, когда вы захватываете какую-то нишу, да, вот люди со стороны, там, executive management, они обнаруживают, что кто-то это делает более успешно, чем другие. Они тратят на это меньше ресурсов, у них меньше всего потерь, они делают это быстрее и эффективнее. И таким образом образуются звезды, которые умеют захватывать какие-то кусочки пирога, лучше и эффективнее, чем другие. И, собственно, стратегия в этом случае выстраивается уже как бы вокруг звезд. То есть есть звезды, которые умеют, они эксперты в этой области, компании менеджат таланты вот этих вот, собственно, звезд. И дальше, следующий органический этап, это, собственно, эти звезды, понимая, что они могут быть гораздо более эффективными, если их команда будет, собственно, состоять не просто из людей каких-то, которые случайные прохожие, а они будут, собственно, специально подобраны. И дальше их стратегия управления талантами направлена на команду, на сплочение команды, на распределение ролей каких-то образом, да, и, собственно, на достижение командного результата. А дальше, как бы на уровне компании, как бы происходит тоже наблюдение, видя, что, в принципе, какие-то звезды строят более успешные команды, да, и более успешные строят процессы по достижению результата, и более успешно менеджат, как бы, да, таланты своей команды. И они берут, собственно, эти вот best practices, собирают и объединяют это все в процессы, и предлагают, ну, по-разному там тоже, как бы разные компании по-разному устраивают. Кто-то предлагает, кто-то навязывает, остальным департаментам, отделам и проектам, вот свои, как бы, правила игры, там, говоря, что вот это best practices, вот там-то и там-то, вы можете посмотреть, что они, как бы, себя оправдали и дали хороший результат. Какие-то вопросы, замечания к стратегиям, подходам? Отлично. Ну, теперь самое интересное, да, собственно, мы увидели, как бы, да, управление талантами, мы поговорили, собственно, о том, какие стратегии бывают, а что же такое таланты, вот как, на ваш взгляд? На самом деле, чем, чем хорош, как бы, термин таланты, он очень старый, вот первый раз он встречен был в Библии, все его слышали, все его знают, но понимают абсолютно все по-разному. Вот как вы считаете, что такое талант? Да, и вот она как раз вот на картинке, все правильно, да. Еще какие варианты? Сотрудник, да, с навыками, отлично. Тоже хорошие варианты, такое тоже часто встречается. Еще какие варианты? Большой потенциал. Тоже вариант, который часто в обсуждении встречается. Еще какие варианты? Тоже, как бы, ну, такое мнение существует, и точно так же его, как бы, используют в обсуждении. На самом деле, если мы говорим про Библию, то еще до монеты была, на самом деле, единица веса. Она тоже называлась талант, а потом уже появилась, как бы, монетка. Ну, а притчу же тут знаете, да, все, библейскую про таланты? Да. Ну, по то, что... Про срывы талант в землю никто не слышал? Ну, идея там какая, что царь дал трем братьям, одному там три таланта, другому два таланта, ну, таланты монетки, имею в виду, а одному один талант. Ну, и сказал, что через год вернусь и отдайте мне эти таланты обратно. Один вложил там в... я не помню, там, по-моему, в поле и начал что-то выращивать, второй, по-моему, сделал какую-то ферму, а третий взял и талант просто зарыл. Через год приезжает царь обратно и говорит, дайте мне таланты. Первый увеличил в два раза таланты, и говорит, вот тебе шесть талантов, ты мне дал три, я тебе шесть возвращаю, второй, как бы, отдал там четыре, тоже два раза увеличил, ну, третий там дает один талант. Ну, и царь говорит, ну, так как вы увеличили, вот возьмите там твою долю обратно, а тебе, как бы, ничего не дам, потому что ты, как бы, не в состоянии распорядиться своими талантами правильно. Вот вся эта, как бы, суть, да, и сыр-бор о том, что нужно правильно распорядиться талантами, а сейчас мы еще поговорим, что же такое правильно, и еще немножко о том, что же такое таланты. На самом деле, почему так запутано определение талантов? Потому что даже в Википедии, да, там вот куча таких вот циклических ссылок, и, ну, не сразу докопаешься. То есть талант — это выдающаяся способность, которая открывается с привлечением опыта, способность развивается из задатков в процессе деятельности, и задатки — это врожденные, устойчивые психологические особенности человека. То есть талант — это не то, что мы умеем, или не то, что у нас получается лучше других, там, ну, как профессиональной активности, это то, что у нас есть, с чем мы рождены. То есть это наш голос, наши руки, ноги, мозг, там, слух, обоняние, зрение, вот все вот эти вот качества — это таланты. И когда я говорю про управление талантами, я говорю не управление людьми как талантами, а я говорю про управление вот этими возможностями людей, которые у них есть. Ну, а почему я так говорю? Сейчас тоже немножко дальше я вам покажу. С этим есть как бы там, чем-то может согласны, не согласны? Окей, идем дальше. А теперь что такое потенциал человека? На самом деле это еще более интересная как бы сущность, потому что талант, ну, по сути это дело, да, независимо от того, какой у вас там хороший голос, или какие у вас там сильные ноги, это не гарантирует абсолютно ничего, не гарантирует успеха. У вас может быть отличный голос от рождения, но вы никогда не станете оперным певцом. Вы можете тренировать свой голос долгое время, но вы не можете не стать при этом все равно оперным певцом, потому что на самом деле не раскрыт ваш потенциал. И талант, он только помогает раскрывать потенциал, это только часть потенциала, но не весь. И на самом деле еще интересная штука, что потенциал без целевой возможности не существует. Потому что когда мы говорим потенциал, мы говорим потенциал в чем? То есть потенциал стать менеджером, потенциал стать девелопером, потенциал стать певцом, бегуном, кем угодно. Но без целевой возможности потенциала не существует. У нас есть огромное количество разных вещей, которые нам дала природа, но мы на них смотрим только через призму какой-то потенциальной возможности, потенциального желания. То есть мы сначала формируем себе какую-то цель, картинку, а потом дальше нам наши таланты помогают заполнить эту картинку и стать успешным в этом инвариументе. Согласны здесь, не согласны? И главное, на самом деле картинку немножко надо поменять. Я тут немножко перепутал. 25% только таланта в вашем потенциале. То есть только 25% влияния оказывает на ваш потенциал талант. Еще 25% оказывает мотивация. Здесь 50% поставили. На самом деле мотивации 25% всего дает. И 50% среда. Почему так, сейчас расскажу. Допустим, вы родились в Африке, и у вас там отличные какие-то умственные способности, но вы никогда не видели компьютера. Как вы можете мечтать стать программистом? Как? Ну что, в Африке есть учитель, который нарисовал компьютер в мобористке, и учил детей. Компания Microsoft предложила подарить компьютер. Он говорит, нет, зачем мне это? Всем детям подарить. На самом деле, все равно вы сейчас сказали о том, что среда должна благоприятствовать. Потому что если бы он не нарисовал, среды бы не было. То есть он создал среду. То есть нарисовал и создал среду, поместил в среду. Да, среда может быть более благоприятная, менее благоприятная, но он какой-то, скажем так, задал как бы тренд и создал какую-то первую среду. Не было бы среды, не нарисовал бы человек компьютер на доске, у людей бы не возникла бы потребность. Они бы не визуализировали для себя вот эту целевую возможность и не пытались бы туда себя поместить. Поэтому среда, на самом деле, она очень многое задает как бы в нашем потенциале. Учитель тоже среда, все правильно. Общество, среда, как бы, да. Environment, в котором мы можем раскрыть свой потенциал, свой талант, тоже среда. Компания, в которую вы пришли, и коллеги, соседи, которые сидят и обсуждают какие-то темы. Клиент, который задает вопросы и просит дать вам estimate какой-то. Это все среда. Она все стимулирует раскрывать ваши таланты и реализовывать ваш потенциал. И вот отличный слайд с отличными примерами, когда у людей не было достаточно каких-то врожденных вещей, которые позволили бы им быть успешными в тех ролях, которые они выбрали, но не успешно заместили их другими вещами. То есть они использовали те вещи, которые у них были, а тех, которых у них не было, они заменили другим образом. То есть они достигли все равно успеха, несмотря на то, что у них не было всего необходимого. То есть на самом деле, кажется, что нельзя без таланта достигнуть каких-то вершин, или вам не кажется так? Как считаете? Нужен талант для того, чтобы достигнуть каких-то вершин? Помогает, да? А кому-то мешает, в том числе, да. Потолок, ну, наверное, да, в том числе, как бы. Я, знаете, я на самом деле постоянно меняю свое мнение, в каком-то момент времени мне кажется, что нельзя пробить этот потолок, точнее, нет этого потолка. Почему? Потому что смотришь на нашу эстраду и думаешь, ну туда уж точно нельзя попасть с такими-то, или без того-то, без того-то. И тут раз попадает кто-то, у которого ничего нет, казалось бы, да, он как бы там попал и все равно успешен. Ты думаешь, не, ну, наверное, это его потолок. Проходит время, ты смотришь, ну ничего себе, он вырос еще сильнее, как бы, да, и когда я думал, что там потолок, он пробил его два раза и вышел еще выше. Поэтому на самом деле мы сами решаем, где наш потолок. Никто, кроме нас, это не решает. Мы сами определяем, мы сами себя ограничиваем. Если мы считаем, что это наш потолок, это наш потолок. Если мы считаем, что мы можем дальше развиваться, никто нам не мешает, мы можем донарастить себе что угодно. Видите, вот примеры отличные. Мы можем пробить этот потолок столько раз, сколько нам, ну, захочется. Пока мы будем иметь силы и пока у нас будет желание и энергия его пробивать. Кто из вас управляет проектами? Кто из вас управляет талантами в своих проектах? Давайте я, собственно, на одном из примеров, да, этот, ну, опять же, картинки можно нарисовать какие угодно, и процесс может быть настолько детальным, насколько мы захотим его детализировать. Я сейчас high-level нарисую картинку как бы с общими этапами по управлению талантами в любом проекте, вам как project manager. Ну, и, собственно, те, кто не project manager, им тоже, на самом деле, будет, наверное, интересно узнать, как вообще должны управляться их таланты в проекте для того, чтобы проект был успешен. Одна цель управления талантами, на самом деле, для того, чтобы проект был успешен, вторая цель для того, чтобы люди, которые в проекте есть, они смогли реализовать свой потенциал в этом проекте. На самом деле, к сожалению, да, ну, вот управление проектами, как бы, да, вот, ну, в IT-индустрии, оно чем-то похоже на управление паралимпийскими командами, ну, командами, потому что требование в IT, оно постоянно меняется. То есть требование, вот если мы говорим, к примеру, там, ну, на следующем слайде я нарисую, как бы требование к вакансии представить какой-то звездочкой, где каждый луч будет какой-то отдельный скилл или там талант, или навык, и, ну, эти звездочки не постоянно меняются, и найти готового специалиста, у которого есть под каждое требование вакансии уже готовый скилл практически невозможно. Поэтому каждый раз приходится и человеку, который в эту роль приходит, и менеджеру, который, как бы, принимает решение о предоставлении такой возможности, дальше работать над тем, чтобы что-то донарастить, улучшить, укрепить, усилить и заполнить каждый вот этот лучик требования этой вакансии. А происходит это вот где-то вот таким вот образом, ну, перед тем, как мы поговорим потом, как это происходит, поговорим, собственно, про портрет проекта. Проекты все разные, вот портрет этого проекта состоит в том, что мы работаем в рамках существующей экспертизи, то есть это какой-то там легоси-продукт или проект. У нас, ну, цель это увеличить наши тактические преимущества за счет повышения текущей эффективности, я тут задержнул, работать больше, да, то есть это не значит работать больше, это увеличение эффективности. Обычно, ну, есть много других способов, то есть мы используем какие-то заготовки, экспертизу какую-то расширяем, да, используем какие-то вещи новые, которые раньше не использовали, библиотеки и так далее. И, собственно, расширение и углубление существующей экспертизы, как бы нам, ну, это тоже одна из наших целей, она помогает нам повысить эффективность и увеличить, как бы, больше, ну, возможности, количество возможностей с другими клиентами. И наша вторая задача – это увеличение стратегических преимуществ, то есть мы хотим интегрироваться больше с бизнесом клиента для того, чтобы дольше с ним сотрудничать и работать, и мы хотим увеличить бренд команды, чтобы, ну, все, кто про нашу команду что-то слышал, да, или видел, они сразу знали, что мы эксперты в этой области, нам не нужно было какие-то дополнительные танцы с бубнами делать для того, чтобы выиграть какой-то тендер. То есть если мы уже выглядим как эксперты, все знают, что мы эксперты в какой-то области, это добавляет нам каких-то баллов. И это, собственно, портрет вот того продукта проекта, про который сейчас я проговорю. Независимо от того, опять же, делаете вы осознанно, неосознанно, независимо от того, насколько детальный или недетальный будет здесь процесс, он состоит из этих вот всех шагов. То есть в любом проекте и продукте в какой-то момент времени вы анализируете цели, кто-то делает это системно и понимает, что он находится на этом шаге сейчас, и он переосмысливает цели и ограничения проекта, кто-то неосознанно, но осознанность, она добавляет вам баллов и успешности. Вы сможете делать быстрее, достигнуть целей ваших и сделать это более эффективно. Как только вы проанализировали свои цели и ограничения, осознали изменения, то есть даже если стабильный проект, в нестабильных проектах изменений очень много, а в стабильных их тоже хватает. Даже если стабильный проект, у вас появились новые конкуренты, вышла новая библиотека, вышла новая версия какого-то там environment, и все поменялось, то есть клиент уже ищет и пытается найти что-то новое, и появились какие-то продукты, с которыми нужно интегрироваться, с которыми раньше не нужно было интегрироваться, ну и так далее. Появилось большее количество клиентов у вас, как у компании, то есть это все меняет ваш environment, и на это все вам нужно каким-то образом реагировать и адаптироваться. И после этого единственное, что вы можете сделать, это реорганизовать оргструктуру. То есть у вас есть люди в компании, в команде, и вы смотрите, собственно, та оргструктура, которая у нас есть, она адекватна новым целям и новым ограничениям или неадекватна? Она помогает вам достигать этих целей и включает она в себе возможности реагировать на новые ограничения или не помогает? Если не помогает, вы пытаетесь понять, собственно, кто теперь из вашей команды, какие роли вам нужны, как бы, да, то есть каких ролей, как бы, не хватает для того, чтобы адекватно действовать в новом environment. Вы рисуете эти, как бы, роли определяете. И дальше следующий шаг, это вот вы определяете, есть ли кто-то в вашей команде, кто может быть, ну, запромоучен, да, или смещен в эту новую роль, и он сможет с этой ролью справляться успешно или нет. Если есть, ну, стопроцентный фит такого, кстати, тоже редко когда бывает, то вы просто его перемещаете, и после этого всем начинается счастье, и человеку, и вам. Если нет, то получается, вы переходите, там, к следующему шагу и делаете планирование развития компетенций команды. То есть вы с человеком проговариваете, опять же, это можно делать более формально, можно делать менее формально, но если вы сделаете это, скажем так, на бумаге, по крайней мере, да, пропишите, то всем будет от этого легче, и вам, и коллеге, потому что через год, к сожалению, да, договоренности все, ну, в головах по-разному там трансформируются, да, и тому, кто там эти договоренности озвучивал, у него там через год одна картинка, а тот, кто слушал, другая картинка. И чтобы этого не произошло, чтобы все были, как бы, на on the same page, лучше, конечно, это все прописывать. Опять же, независимо от того, вы, ну, своих людей запромоутили или кого-то пришлось взять там со стороны, все равно, опять же, я уже говорил, да, требования, как правило, не равны компетенциям. То есть вы берете кого-то, в любом случае будет разница между компетенциями существующими и требованиями. То есть вы принимаете решение на основании там, там, собеседования, беря во внимание таланты коллег, да, прошлый опыт, потенциал коллег, мотивацию, среда, в которой он был до этого, среда, в которой он есть сейчас, есть ли ментор, ну и так далее. Много факторов. И после того, как вы спланировали вот развитие коллеги, да, дальше, собственно, планово вы проверяете, собственно, прогресс. То есть смотрите, там, получается, не получается, даете какую-то обратную связь, ну, или коллега получает эту обратную связь, или он сам приходит за этой обратной связью. Главное, что на самом деле, вот после того, как вы написали, какой бы вы план не написали на бумаге, сам он, на самом деле, к сожалению, не осуществится. То есть нужно после этого очень много работы, да, и много энергии потратить для того, чтобы план стал реальностью. По этому слайду вопросы. Почему вторая картинка от зеркаленая? От зеркаленая? Какая? Надпись это читайте. А, да. Спасибо, я подправлю, интересно, даже не заметил. Еще вопросы? Мы сейчас, на самом деле, говорили просто об обстановке. Дальше у нас будет, там, не знаю, десяток слайдов с инструментами. То есть я расскажу, на самом деле, что можно использовать в качестве инструментов для того, чтобы, ну, и что мы, что мы, что можно мерить. И расскажу, в каких компаниях, собственно, ну, что мерить. DataArt, на самом деле, опять же, нестандартная компания, да. То, что я вам здесь рассказываю, как бы не все мы здесь используем. То, что мы будем использовать, я буду рассказывать, вот это мы используем, да. И буду рассказывать, почему вот это вот мы не используем, почему нам кажется это, ну, не нужно. Это как бы мировые практики, то есть как вообще в мире принято, как мир пытается управлять талантами, какие бест практисы как бы существуют. Собственно, дальше я вам рассказывал про звезды с лучами, вот они как бы ваши вакансии после вашего реорганизации структуры, вот вы на них таким образом смотрите, и вот ваши коллеги с вашим потенциалом, которых вы рассмотрели на эти вакансии. И понятное дело, что их квалификация, их скиллы, они немножко не соответствуют тому, что вам нужно, иногда они выше, чем то, что вы ищете, они превосходят ожидания в каких-то областях, в каких-то областях у них вообще нет никакой квалификации. И на самом деле, опять же, в тот момент, когда вы планируете организационную структуру, у вас есть только ассамшены, вам кажется, что для того, чтобы быть успешным в этой роли, необходим вот этот набор скиллов. Но дальше практика может показать, что, допустим, со звездочкой, видите, у человека один скилл достаточно большой, второй как бы нормальный, а третьего нет. И он может вот этим одним скиллом вытащить все. То есть какой-то, например, коммуникейшн скилл или софт скилл какой-то может компенсировать гэп какой-то в техническом скилле. Как это может произойти? Так что человек, выстроив отношения с клиентом, сможет взять себе кредит какой-то временной, за который он, собственно, подтянет вот этот необходимый технический скилл и проблем не случится. С другой стороны, бывает так, что у вас, если нет какого-то софт скилла, но есть очень хороший хард скилл, то человек может через какое-то время заводить весь проект, потому что релейшншипа с клиентом нет, у клиента нет доверия в экспертизе, даже несмотря на то, что экспертиза есть. Тут же вопрос еще не в том, что есть экспертиза, а в том, чтобы те люди, для кого вы ее продаете, они ее чувствовали, видели и понимали, что она им помогает. Потому что если экспертиза не помогает, а мешает, то клиенту становится грустно. Он не хочет участвовать с теми людьми, которые имеют огромную экспертизу, но они мешают его бизнесу, его проекту, его команде. Опять же, high level. Сейчас переходим к следующему этапу. Это как происходит управление талантами на уровне компании. Портрет такой. То есть у вас есть два типа проектов. Первый – это, про который мы с вами поговорили, проекты в рамках существующей экспертизы. И портрет у них очень простой. У вас там есть стабильный какой-то доход в этих проектах, стабильное количество проектов. Вы уже понимаете, как прогнозировать краткосрочные перспективы эти проекты, как они идут. Но на самом деле долгосрочные перспективы не ясны. Вы в какой-то нише работаете, но могут выйти какие-то конкуренты, появятся новые технологии. Эта технология может стать непопулярной, буквально в какой-то момент времени может все измениться. Поэтому у любой ниши долгосрочные перспективы не ясны. И есть скучающие инженеры. И, к сожалению, на самом деле это тоже такой индикатор такой стабильности. Если есть какие-то стабильные проекты, интересные для компании на какой-то промежуток времени, они, к сожалению, не всегда интересны инженерам. Инженерам хочется какой-то челлендж, они хотят развиваться дальше. Если они не видят для себя перспективы развития в этом проекте, им скучно. И второе направление – это за рамками существующей экспертизы. Экспертизы интересны компании, потому что они позволяют построить какие-то долгосрочные перспективы, проекты на долгосрочную перспективу, на будущее. Но при этом они трудно стартуются. Мы не знаем, как их стартовать, у нас нет экспертизы, к сожалению, в этой области. У нас есть сложности с исполнением проектов. Даже если мы выиграли какой-то тендер, мы не знаем, как его исполнять, потому что у нас экспертизы в этой области нет. Даже несмотря на то, что у нас есть таланты какие-то в прошлых областях, которые показали, что они смогут справиться с проектами, здесь у них экспертизы еще нет. Они, наверное, смогут разобраться, но непонятно за какой период времени и сколько это будет стоить денег. И у нас есть высокие риски в этих проектах, и репутационные, финансовые, технические. Это тоже понятно, это вытекает из первых двух рисков. И наши цели, как у компании, это поддержка развития успешных направлений, чтобы они дальше продолжали работать какое-то время, несмотря на этот портрет. Ну и стимулирование, поддержка старта новых направлений, так как мы хотим жить все не только сегодня, но и завтра. Нам нужно думать не о сегодняшнем дне, а о завтрашнем дне. И вот такой портрет компании. И в целом все управление талантами строится по такой схеме тоже. Две нижние вещи – это цели компании, цели коллеги, ценности компании. Почему ценности компании важны? Потому что если компания, например, скажет, что для нас единственная ценность – это деньги, вы понимаете, на самом деле, каким образом будет построено управление талантами. И что будет во главе стоять самым главным критерием по управлению талантами. В дата-арте, например, знает кто-нибудь ценности дата-арта? У нас четыре ценности. Мы их ни от кого не скрываем. Первая ценность – это люди. Вторая ценность – это экспертиза. Третья – это гибкость. И четвертая – это партнерские отношения. То есть мы выстраиваем партнерские отношения с коллегами. Мы гибки по отношению к требованиям наших клиентов и пожеланиям наших коллег. И, собственно, мы понимаем, что без экспертизы трудно на самом деле инженерной компании быть инженерной компанией, а мы инженерная компания. И дальше, собственно, есть цели. Вверху – это создание возможностей для развития коллеги бизнеса. То есть компания создает и для одних, и для других возможностей. И она помогает коллегам найти друг друга. То есть есть какие-то возможности проектные, есть какие-то коллеги, у которых есть какие-то потребности. И цель и сущность всего талант-менеджмента – это сметчить одно с другим, помочь найти одно с другим. Опять же, разные компании делают это по-разному. Кто-то загоняет людей в рамки, а кто-то дает возможности в виде сервисов. И вот дальше, по-срединке, это тоже, опять же, high-level инструменты. То есть это стимулирование творчества, определение типа личности, определение мотивации, определение потенциала, выбор пути развития, создание индивидуальных планов развития, само развитие, ну и, собственно, создание этих возможностей в рамках компании. Потому что без возможностей все это бесполезно. Нет возможностей, нет смысла развивать ничего. Потому что, помните, потенциал, без целевой возможности, его не существует. Если здесь нет вопроса, перейдем тогда к инструментам. Да. Что указывает инструмент на экспертизу в вашей ценности? Так как для DataArts, например, даже для DataArts экспертиза это важно, то мы, как бы, наше управление талантами и все сервисы устраиваем на помощь коллегам в развитии их экспертизы. Опыт и знания. Опыт и знания для решения задачи. Экспертиза это опыт и знания. То есть это то, что вы знаете на теоретической базе, и то, в чем вы попробовали себя и получили какой-то практический hands-on experience. Ну и, собственно, тоже в разных компаниях выстраиваются процессы управления талантами по-разному. Каких-то пытаются все модные штуки запулить в процесс. Это выглядит вот такой, как бы, город, в котором огромное количество непонятных зданий, и как этим пользоваться, непонятно. Бывает, тоже, опять же, строят процессы очень сложные и запутанные для того, чтобы только тот человек, кто построил, знает, как там пройти, и больше никто без эксперта не пройдет. Все это нагружают на коллеги сотрудников, и это тяжело нести. Собственно, цель построить так, чтобы это было органично понятно, и, собственно, удобно, и все вещи, которые вам нужны, они были под рукой, и пришли, как бы, и взяли. Ну, опять же, в DataArte, я еще раз говорю, что у нас сервисная модель, мы строим систему управления талантами по типу сервисов. То есть мы предоставляем коллегам сервисы, они могут сами себе построить пути своего развития, пользуясь этими сервисами, как консультация, техническое интервью, ну и так далее, и тому подобное. То есть все сервисы, которые там дальше, про них расскажу, какие-то из них, опять же, у нас есть, каких-то мы принципиально не используем, но пользуясь этими сервисами, как бы, вы можете построить свое профессиональное развитие. И вот первый слайд, это, собственно, о том, про типы личностей. То есть для каждой профессии, для каждой роли необходимы свои типы личности, ну, то есть не то, что необходимы, а какие-то типы личности, они исторически более успешны, чем другие. Ну, например, если захотите, потом у нас останется время, я в конце там вкратце расскажу о какой-нибудь из этой схем, о любой, какой захотите. Но суть состоит в том, что, ну, например, первая, да, вот она социальные стили поведения, она делит всех людей на четыре типа по следующим признакам. По степени уверенности, то есть более уверенные и менее уверенные, те, кто больше говорят, а кто меньше и больше спрашивает. И по тому, на что человек больше ориентирован, на результат, ну, на выполнение задач каких-то или на людей. И в зависимости от того, ну, более вы уверены, как бы, и на что вы ориентированы, как бы, да, придумали как бы этим ролям название. То есть вот те люди, которые более уверены и ориентированы на результат, они называются драйверы, те, кто менее уверены, но тоже ориентированный на результат, называется аналитики, те, кто менее уверены и ориентированы на людей, они дружелюбные, и те, кто, собственно, сильно уверены, но ориентированы на людей, они называются экспрессивы. И для каждой роли там, ну, разный тип личности больше подходит. Ну, например, да, драйверы, на самом деле, они принимают решения очень быстро. И программистам быть драйверами, наверное, ну, не совсем правильно, да, потому что он может, особенно если он на прот должен что-то вылить и быстро, да, то вот он, если будет драйвером, он вылит, конечно, быстро. И одну задачу как бы по таймлайну он выполнит, а вторую по качеству, наверное, нет. Для программиста лучше-таки быть, наверное, аналитиком. Хотя, опять же, некоторые типы проектов подразумевают, что вы должны принимать решения быстро. Ну, например, R&D-проекты, если мы говорим. То есть это не какой-то проект с легоси, а какой-то R&D-проект, когда пришел клиент и говорит, мне нужно быстро провести исследование. И от вашей ошибки, на самом деле, никаких больших проблем не будет. То есть существующий продукт не умрет, клиенты не будут unhappy, а вам нужно быстро сделать какой-то эксперимент и показать рабочий прототип. В этом случае драйверы будут более успешны, чем аналитики, потому что аналитик будет долго пытаться сделать правильно, а для прототипа это не нужно. Там нужно, чтобы, ну, time to market, быстро работающий прототип, нужно на презентацию успеть. На самом деле, еще интересный тип, как рассуждает драйвер. Драйвер говорит так, на технических совещаниях вы всегда их увидите, и драйвер говорит так, что давайте уже делать что-то, мы долго обсуждаем, давайте делать. Аналитик говорит, ну, делать нужно, но нужно делать правильно. Мы неправильно уже много раз делали, как бы если мы будем делать правильно, то клиент нас будет ценить. Дружелюбный говорит, ну, если у нас будет хорошее отношение с клиентом, то неважно, делаем мы что-то, правильно мы делаем, проект будет успешный. Если нет отношений, то, опять же, неважно, мы делаем правильно, неправильно, у нас отношений не будет. А Экспрессив говорит, если мы будем делать отличный маркетинг, и все будут знать о том, какие мы крутые, то очередь из клиентов нам обеспечена, и даже если один клиент уйдет, ничего страшного. То есть вот эти типы личности, они по-разному рассуждают, они могут быть и в одном проекте, они могут быть в разных проектах и на разных ролях в одной компании, но правильное сочетание вот этих типов людей в одном проекте позволит дать максимальный эффект. Потому что если все будут аналитики, например, в одном проекте, то в этом проекте ни одно решение никогда не будет сделано. То есть они все время будут думать, они все время будут сомневаться, они будут обсуждать решение и искать еще лучшее решение, чем то, что они только что придумали. Если все будут драйверами, формально все галочки везде будут стоять. То есть в плане все таски будут закрыты. Я не знаю, будет ли это solution работать. Я не знаю, на самом деле, будет ли кто-то с этим happy. Если там не будет в этом плане такой строчки, что сделать кого-то happy, то не будет точно. То есть они четко выполнят все формальные критерии. И если там нет формального критерия, что это должно еще и работать, то значит оно не будет выполнено. Дружелюбные, на самом деле, они будут делать до тех пор, пока заказчик не будет happy. Если заказчик, на самом деле, опытный манипулятор, он будет этим пользоваться. И ваш продукт будет, наверное, очень хорошим, и клиент будет в конечном итоге с ним happy. Но компания, на самом деле, наверное, не получит ничего из этого. Потому что мы будем это делать за свой счет. Потому что человеку этому будет неудобно прийти и сказать, что его работа стоит денег компании. Поэтому если вся команда будет из дружелюбных, они тоже, на самом деле, далеко не уйдут. Но если вся команда будет из экспрессива, то я, на самом деле, вообще боюсь увидеть эту команду. Они передерутся, как пауки в бочке, потому что это ребята очень импульсивные, они очень агрессивные. Они сегодня очень довольные и веселые, а через 5 минут они совсем другую эмоцию испытывают. И под действием этой эмоции они совершенно другие вещи говорят. Это паникеры как раз тоже. Люди, которые паникуют, поднимают красный флаг, когда не нужно. Знаете, вот волки-волки, это вот как раз про экспрессивов. На самом деле, тестирование по диску и по социальному стилю поведения мы используем, опять же, как сервис. То есть мы повально всех подряд не тестируем, но по просьбе, как сервис, можно обратиться в наш комитет по профессиональному развитию и получить вот такой вот сервис, получить понимание того, к какому типу личности ты относишься, какие у тебя сильные и слабые стороны, как у этого типа личности. Не лично у тебя, как у Пети и Васи, а у того типа личности, которому ты принадлежишь. И какие вещи этому типу личности вообще исторически нужно развивать для того, чтобы быть более успешным в какой-то роли. И какие роли на самом деле для этого типа личности, они более рекомендательны, чем другие. То есть каких будет больше шансов на успех. Да, да. Запросами на самом деле у нас другой сервис занимается. И сейчас мы работаем тоже над проектом по софт-скиллам. То есть у нас у каждого человека будут там софт-скиллы. Ну, заассещенные будет понимание, какие софт-скиллы. Про софт-скиллы там у нас последний слайд будет. Я расскажу, собственно, какие софт-скиллы считаются, что они добавляют успеха людям в разных ролях и почему. И у нас, собственно, в профайле, в нашем, как бы, ну, у каждого человека появится такая, как бы, часть. И человек тоже, опять же, как сервис, он может прийти и попросить сказать, я хочу, чтобы вы посмотрели, какие у меня софт-скиллы, как бы, из этих есть, в какой степени они проявлены, да, и какие-то получить рекомендации, как мне, ну, прокачать какой-то из этих софт-скиллов. Мы софт-скиллы не используем как фильтр. То есть, если человек, к примеру, там, говорит, что, ну, опять же, для каких-то точечных ролей мне нужен человек с такими-то софт-скиллами, потому что без них он не сможет быть успешным, то наш ресурс-менеджмент, да, который помогает ставить эти роли, они обратят на это внимание, как бы. Но так, чтобы мы прямо, ну, всегда всех там смотрели там по там софт-скиллам каким-то или по вот этим типам, такого, как бы, нет. Как я уже сказал, у нас, на самом деле, управление талантами идет со стороны человека. То есть, человек у нас является клиентом, он приходит и говорит, я хочу вот этого, помогите мне или подскажите мне, как, или что мне для этого нужно, или дайте мне эксперта, или дайте мне ментора, или дайте мне, там, технического интервьюера, или дайте мне, ну, того, кто, как бы, поможет мне с этим разобраться. Пожалуйста. Следующая штука, на самом деле, это мотивация, и это тоже очень важно, на самом деле, при принятии решения, в какой проект какого человека отнести. Ну, приведу пример, да, например, если вы занимаетесь, к примеру, там, георазведкой, да, и вся работа у вас находится в полях, и вот видите, там, комфортные условия. Я почему этот пример привел, потому что я показывал этот слайд, и меня спросили, а почему вот комфортные условия вообще, как бы, там, ну, в ноль ушли. Это пример, ну, оторванный от реальности, то есть, он не про какую-то конкретную роль, но здесь, видите, три таких линии, там, синяя, красная и зеленая. Синяя – это, ну, идеальная, как бы, фит для этой роли какой-то конкретной. Вот мы говорим, что роль предполагает, что человек должен быть мотивирован новыми идеями, креативности, ну, например, там, если, там, какой-то, это, там, пиар, то есть, без новых идей он не сможет работать. Ну, он должен, как бы, быть мотивирован личным развитием и востребованностью. А дальше, вот, красная, это мы смотрим, что есть на самом деле у человека, какая мотивация сейчас у него есть. А зеленая – это то, насколько та мотивация, которая у него есть факторов, она удовлетворена в настоящий момент. То есть, например, человеку, там, вот, есть потребность личного развития, у него зеленая выше, чем, как бы, потребность есть. То есть, она у него даже выше, чем, как бы, он хочет. А разнообразие и перемены у него, получается, вот, в этом случае, ну, ниже. То есть, он хотел бы больше разнообразия и перемены, а у него, как бы, тут, ну, не хватает. И для некоторых ролей, на самом деле, вот, мотивация очень важна, да, потому что, если человек, к примеру, ориентирован, да, на ринди-проекты, у него мотивация на новые идеи, креативность, а ему дают какой-то легоси, то, понятное дело, что, ну, ему будет там тяжело. И это, ну, тоже можно учитывать для того, чтобы человеку, во-первых, было лучше, а во-вторых, проект был более успешным. Ну, потенциалы, рисковые кадры и кадровый резерв, да, то есть, это тоже некоторые компании, как бы, используют. Мы это не используем у себя, там, по многим причинам. Одна из причин, потому что, ну, людям некомфортно знать, например, да, что, людям хочется знать, что они звезды, но им не хотелось бы знать, что они, как бы, лоу-перформеры, да. А вот эта штука, она предполагает разделение людей, как бы, на звезд и лоу-перформеров, да, это, ну, на самом деле, по этичным меркам оно не всегда хорошо. Хотя некоторые компании используют, и они считают это правильным. Строится такая табличка очень просто. Берется во внимание прошлый перформенс, то есть, на основании прошлого перформенса смотрят, как бы, ну, где человек находит, у него верхний перформенс был или слабый перформенс, а слева направо смотрят, как бы, будущий потенциал, то есть, исходя из его мотивации, исходя из его предрасположений, исходя из его квалификации, то есть, сможет ли он в каких-то будущих ролях быть тоже успешным. И исходя из этого, человека помещают в какой-то из квадратиков, и там есть дальше рекомендации. То есть если, к примеру, человек плохо перформил в прошлом и не может перформить в будущем, то в этой нотации он считается, что он слабый, и мы не знаем, что с ним делать. Если человек, к примеру, слабо перформил, плохо, но у него при этом большой потенциал для каких-то будущих проектов, то с этим человеком дальше есть рекомендации, как нужно работать, для того, чтобы он перешел в ячейку стар. Ну и задача вся, получается, всех ребят, которые есть в проекте, переместить из любого квадратика в квадратик стар. И планы для каждого на это и нацелены, как перейти из любого квадратика, стать старым. Ну и вторая штука – это управление рисками. Понятное дело, что многие компании, опять же, в DataArte такого нет, мы не управляем рисками по персоналу, у нас больше свободы. Кто-то считает это плохо, кто-то считает это хорошо, но управление рисками по персоналу, оно что в себя включает? То есть оно включает в себя то, что, получается, компания создает, в зависимости от того, высокий риск по человеку или маленький, какой-то план, каким образом она будет реагировать на этот риск. И эти планы не всегда, на самом деле, потому что менеджеры всегда люди, и люди могут по-разному эти планы создавать, они не всегда включают интересы коллег. А очень хочется, чтобы интересы коллег были не затронуты в том числе, поэтому мы такую формальную процедуру не используем. Тут есть какие-то вопросы? Можно на предыдущем спрашивать? Да. Синяя диаграмма, это достаточно эфирическая вещь, она идеально определяется или вообще способ? Есть много способов. Один из способов – это статистически. То есть если там роль давно уже у нас была в работе, мы как бы статистически смотрели, мы каждый раз там измеряем, опять же в DataArte такого мы сейчас не используем. У нас есть такая система профайла мотивационного, она недавно у нас появилась, но она у нас работает как сервис. То есть человек приходит, мы смотрим, если он хочет, какая мотивация, и дальше ему в рамках вот этой диаграммы даем рекомендации. А в принципе можно как? То есть статистически у вас человек, разные люди занимают одну и ту же роль, и вы статистически смотрите, что те, у кого такой профайл в среднем, они более успешны, чем другие. И потом из этого сравните. Второй момент, если роль новая какая, то у вас статистики еще нет, то как вы можете построить? На основании каких-то предположений. То есть вы делаете какой-то assumption, исходя из требований и роли, вы понимаете, что нужно делать, и понимаете, что, например, если вам нужно работать в полях, а у человека, допустим, мотивация на комфортные условия, то явно ему будет здесь некомфортно. Или если нужно, я не знаю, разбираться с каболом, а у человека мотивация на новые идеи, креативность и технологии, то тоже вы тут человека поставите, а это будет такой lose-lose, а не win-win. Спасибо. Пожалуйста. Вот это как раз на самом деле слайд из DataArts. Это у нас тоже вышел новый инструмент. Мы его еще, опять же, даже не успели анонсировать. Я думаю, на этой неделе даже я его анонсирую. Это инструмент, который позволяет человеку посмотреть на возможные пути развития DataArts. То есть, каким образом он строится? Вы можете посмотреть на вертикальные пути развития. Бывает, на самом деле, всего несколько путей развития. Это вертикальный, то есть, когда вы идете, собственно, с джуниора по сеньору двигаетесь. Это экспертный, я бы сказал. То есть, роль та же самая, но уровень знаний у вас увеличивается. Это, получается, экспертный путь развития. Вы набираете экспертизу и растете от джуниора в сторону сеньора. Горизонтальный, то есть, это вы перешли из одной роли в другую. То есть, были, допустим, QAM, стали BAM, были BAM, стали Product Owner, ну и так далее. То есть, горизонтальный путь развития. То есть, вы, получается, в иерархии никак не двигаетесь, а двигаетесь по вот этой части структуры команды. Ну и, собственно, есть иерархичный. Опять же, в DataArts и иерархии нет, но Project Manager есть. Project Manager есть. И Project Manager, на самом деле, он такой же член команды, как любой другой. То есть, как вот, ну там, Senior Developer или DevOps. Точно так же есть PM, который выполняет, ну, свои задачи. У него есть свои задачи, он их должен выполнять. Точно так же, как Senior Developer должен выполнять свои задачи. Ну, они просто у всех разные. Кто-то отвечает за рамки проекта, да, ну, и он эту задачу выполняет, а кто-то отвечает там за то, чтобы код был написан правильно. Ну, и точно так же, вот вы когда поставили точку, вот видите, вот в этой части, вот, диаграммки, отсюда можно посмотреть пути горизонтальные, куда, ну, какие роли можно ходить, и, собственно, набор скиллов, которые необходимы там для выбранной роли. Ну, софт скиллы и хард скиллы. Вот еще есть набор инструментов для развития по плану. Ну, собственно, опять же, вот есть KPI. У нас, опять же, в DataArts долгое время KPI не было. Сейчас они у нас на некоторых уровнях стали внедряться, но они у нас, опять же, не такие прям, как, ну, знаете, дойди или умри. Они у нас более мягкие. И, собственно, они все равно, на самом деле, ну, есть сейчас. Performance Appraisal, опять же, это формальный процесс, который в некоторых компаниях используется. У нас эта штука работает тоже как по процессу. То есть, в рамках, если человек, допустим, считает, ну, на уровне топ-менеджмента у нас, как бы, Performance Appraisal, он, как бы, есть, но он, опять же, не сильно формальный. То есть, раз в год с менеджерами пообщались, как бы, да, провели, как бы, итоги прошлого года, какие-то планы на будущее наметили. Делается это все на базе, там, оценки 360. И сейчас вот оценка 360 у нас как сервис точно так же работает и для, ну, любого коллеги, который там в компании есть, он может обратиться в талант-менеджмент комитет и запросить 360 оценку, там, на себя. У нас шаблонные инструменты есть, и можно такой сервис оказать, и мы его оказываем. Менторинг тоже в рамках, ну, у нас это работает в рамках профессиональных комьюнити. Есть по определенным направлениям и квалификациям, есть у нас профессиональные комьюнити, там есть группы людей, которые хотят помогать в этой же квалификации развиваться другим специалистам, и, собственно, они занимаются менторингом. И коучинг. У нас, кстати, опять же, в Датарте сейчас есть тоже как сервис, то есть туда экзеквити-менеджеры, уровня там, деливери-менеджеры могут прийти и попросить, как бы, оказать им коучинг-сервис. Это привлекается внешний коуч. Знаете, что такое коучинг? И, собственно, дальше, после этого сервиса, люди по-разному, на самом деле. Кто-то переосмысливает свои цели, кто-то переосмысливает свои проблемы, и, собственно, все, что мешало им быть более эффективными, оно перестает им мешать, и они становятся более эффективными. Но, опять же, инструменты развития. У нас, опять же, тоже есть различные тренинги на базе нашей ЕДУ-платформы. Мы сами ее разрабатываем, там огромное количество курсов. Я не могу сказать, что эти курсы, они исчерпывающие, но на самом деле нет ни одной системы, ни одного сервиса, где бы было исчерпывающее количество курсов. Их всегда не хватает. Всегда хочется больше, и любую книжку какую-то не почитаю, хочешь представить еще одну. Этот процесс как бы не заканчивается. Профессиональные комьюнити у нас тоже как бы есть. Проекты, опять же, и коммерческие, и внутренние, и в рамках профессиональных комьюнити – это тоже инструмент, который позволяет развивать ваши таланты, потому что они создают как раз вот эти целевые возможности, куда человек может прийти, сделать что-то полезное для компании, что-то освоить, научиться чему-то сам, и, собственно, таким образом развивать свои таланты и скрывать свой потенциал. Смотрите, тут есть вопросы, и есть у меня еще там два слайда. Если у нас время вот уже закончилось, просто я знал, что у нас ровно рассчитано на час, но есть еще два слайда как раз про софт-скиллы и про вука-миры. Что хотите больше, вопросы или софт-скиллы? Опять же, по софт-скиллам, откуда вы взялись, давайте так, с конца возьмем. Про софт-скиллы сто лет назад никто не знал. Не было такого термина, никто о них не думал. Но Гарвард провел исследование на тот момент, что добавляет успеха людям в разных профессиях, совершенно разных профессиях. И они разделили то, что помогает людям быть успешными, на две части. Первая – это профессиональные навыки. Например, сантехник должен пользоваться инструментом и знать, как устроен трубопровод. Сварщик должен тоже уметь пользоваться инструментами, как варить трубы и металл разный один к другому. Программисты должны знать технологии программирования, фреймворки, инструменты, среды разработки. Вот это называется все hard-strength. Все, что необходимо для того, чтобы выполнить вашу работу. То есть только для вашего профессионального развития. Все остальное, они сказали, что это все софт-скиллы. А что туда вошло? А туда вошли, получается, они выделили такие скиллы, без которых человек не может быть успешным. И главное, что они определили, что только 15% успеха – это от ваших знаний технологий, от ваших знаний подходов, специальности, а 85% успеха идет от софт-скиллов. Хард-скиллы вам помогают получить работу, потому что когда на работу вас берут, вас оценивают по хард-скиллам, насколько у вас есть та или иная квалификация, тот или иной опыт. А софт-скиллы помогают вам быть успешным в новой роли. Вот такой вывод сделал Гарвард Репорт. И после этого, на самом деле, эта тема вызвала огромный бум. Все, кому не лень, начали писать огромное количество публикаций на эту тему. И публикации эти связаны и о важности вообще софт-скиллов в целом, и о том, как развить тот или иной софт-скилл, и как выявить тот или иной софт-скилл. И, собственно, вот эти софт-скиллы, как бы они перед вами. Первый здесь – это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект, на самом деле, он выявился немножко позже. Ну, это уже буквально ему, там, может, не знаю, лет 10, там, может, 20. И что это такое? Это то, каким образом вы распознаете свои эмоции, понимаете причины возникновения этих эмоций и умеете ними управлять. Плюс, насколько вы хорошо распознаете эмоции вашей команды, ваших ребят, которые с вами работают, клиента, точно так же понимаете, что за ними стоит, и умеете ними управлять. Насколько вы можете иррациональные какие-то вещи, там, в команде, из клиента, можете перевести в рациональные, в конструктивные, как бы, русла, и make things done, несмотря там ни на что, на frustration клиента, на его какое-то негативное поведение. Вот это вот все эмоциональный интеллект. На самом деле, по эмоциональному интеллекту можно делать отдельную презентацию часа на два, на три и рассказывать, как этим пользоваться. Если захотите, как-нибудь сделаем, придете, поговорим на эту тему. Resolve orientation тоже, на самом деле, очень важный soft skill, как оказалось, для любой профессии. И, на самом деле, не все инженеры это понимают, и многие, как бы, изучают просто технологию ради изучения, как бы, да, и они могут, ну, если они особенно аналитики, да, то есть они могут очень долго потратить, и очень много времени потратить на то, чтобы сделать какую-то задачу очень правильно с использованием всех новейших технологий, как бы, да, но они не понимают, что нужно ориентироваться на результат, а именно этот skill добавляет вам шансы на успех. Гибкость. Ну, гибкость, опять же, на самом деле, это не значит, что вы должны делать все, что вам скажут. Гибкость, это значит, что вы должны быть открыты и понимать, что ваше понимание мира, да, ну, реальности, проекта, там, environment, технологии, всего прочего, это не истинно последние инстанции, и мир немножко другой. Вы должны быть открыты, вы должны быть, опять же, вместе с critical thinking, которая в конце, критически осмысливать всю информацию, которая вам приходит, делать правильные выводы, если нужно меняться, развиваться, и capacity to develop, это тоже очень важный скилл, который вам поможет развиваться дальше. То есть вы услышали, проанализировали, поняли, изменились, прокоммуницировали, communication skill на самом деле тоже очень важный скилл, потому что вы можете, допустим, быть очень гибкими, ориентированы на результат, с хорошим critical thinking, и отлично развиваться, но никто, кроме вас, об этом не знает, потому что у вас communication skill не развит, и вы никому об этом не смогли сказать так, чтобы вас поняли, а это очень важно. Ну и collaboration skill, потому что мы сейчас не работаем, знаете, как один в поле не воин, да, мы работаем в командах, и успех команды, помните, как я с самого начала говорил, она зависит от каждого человека, и, собственно, вы не можете один работать за всю команду, вы должны работать в тесном взаимодействии с командой. Опять же, по каждому из этих скиллов можно делать отдельную глубокую презентацию, и по каждому из тех инструментов, про которые я рассказал, тоже можно делать отдельную глубокую презентацию, и эту тему долго-долго обсуждать. У нас сейчас просто обзорное обо всем, дальше, если понравятся вам эти темы, будем говорить на них более подробно, сами будете голосовать, предлагать, какие темы вам интересны больше, и будем на этих темах разговаривать. Ну, а я начал с Вука Мира, это тоже интересная тема, о ней тоже можно разговаривать отдельно, очень долго, и делать много тренингов по этому поводу. Кстати, в DataArte один из вопросов был, как мы выявляем потенциал. Один из способов выявления потенциала, это либо эмулировать среду, где какой-то талант и потенциал может раскрыться, а эмулировать ее можно как? Либо в каких-то внутренних проектах, либо в каких-то тренингах. И мы, собственно, активно используем тот и другой подход, и создаем внутренние проекты, и проводим тренинги. Буквально в субботу у нас здесь тренинг был, правда, был как бы упрощенный, надеюсь, мы сделаем когда-то здесь более полный тренинг. В других локациях мы делали тренинги такие, с привлечением большого количества экспертов, которые делали там разные оценки и давали, собственно, обратную связь по каждому из софт-скиллов. Я думаю, что мы здесь тоже такое проведем. И, собственно, почему все это важно, почему важны софт-скиллы, почему важны эти тренинги, зачем нужно развивать потенциал, потому что, на самом деле, IT-индустрия, она сейчас сродни той же самой армии. Почему я про армию говорю? Потому что вот ВУКа Миры и про ВУКа начала в первую очередь говорить армия. То есть 15 или 20 лет назад американская армия опубликовала документ о ВУКа-мирах, в которых они говорят, что тот мир, в котором мы живем, он очень изменчивый, он нечеткий, он двусмысленный, он очень сложный. И любой офицер в армии в этом мире должен принимать решения, которые армию приводят к успешному результату. Вот в IT-индустрии вообще ничего не отличает от того, что я сейчас сказал. У нас все точно так же. У нас все тоже. И требования могут быть двусмысленными, они могут быть часто изменяемыми, системы очень сложные, и мы должны быть в этом инвариументе успешными. И только софт-скиллы, вот те, которые я вам написал, плюс вот эти инструменты позволят развиваться людям и быть успешными в этом инвариументе. Это возможно, это нужно. И, собственно, вот талант-менеджмент помогает в том числе людям в этих мирах быть успешными. Какие у вас вопросы есть? Ну, на самом деле, еще пять минуточек есть, можем пять минуточек подключать на вопросы. Вопрос. Скажите, пожалуйста, вот написано, что вы последние работаете на ТСП, правильно? Да. Потом манеджерам. В чем секрет? Интересно. Всем интересно, как вы любили, если заставили себя оттениться в полоске? А я там рисовал, помните, таланты, среда и мотивация. Вы имеете в виду, что мне помогло? Нет, на самом деле, я могу ответить, опять же, это мое мнение о себе, я понимаю, что может быть мнение других людей по мне, оно может другое, что я считаю, что мне помогло в развитии. То есть у меня был неутомимый интерес ко всему новому, то есть он у меня до сих пор присутствует, мне нравится изучать все новое, то есть это, знаешь, какая-то подребность просто, без которой я не могу жить. Я люблю общаться с людьми, то есть на всех уровнях, мне все равно, это как бы клиент, коллега, мне нравится, у меня искренний интерес к людям, мне нравится с ними общаться. И я всегда нацелен на результат. То есть если мы в каком-то проекте, если берусь за какой-то проект, то для меня очень важно make thing done. Вот мне кажется, что вот эти три вещи. Пожалуйста. А насчет личного тайма, тайма, талант менеджмента. Есть ли тебе следовательная тема того, эффективнее ли концентрируется на чем-то одном или на нескольких, какое количество оптимально талант, на которых предотвращается в развитии? Я бы на самом деле не рекомендовал средотачиваться на талантах, я бы рекомендовал бы средотачиваться на возможностях, а исходя из возможностей, смотреть, что вам поможет быть успешным в этой области. Если вам для этого нужно развить там два скилла, значит, средотачиваться на этих двух скиллах. Если вам нужно пять, значит, развивал бы пять. Если нужно десять, то я бы тогда составил бы какой-то план более плавный, потому что десять подряд вы не сможете развивать. То есть вы сначала должны поработать какой-то одной роли, где будет там два скилла востребована. Потом перейти в следующий, где еще два. То есть делать этот план, ну нет возможности пройти этот путь за один день или за один год. Иногда даже за пять лет нельзя это пройти. Да-да? Вот эти инструменты, которые вы показывали для меня, это эти комиссии, которые вы можете... Ну борды, да. Не-не, но на самом деле у нас HR-то есть, но борды у нас входят люди из разных служб, из разных сервисов, из разных подразделений, из разных локаций. То есть один борд может состоять из одного человека-представителя Delivery, одного человека-представителя менеджмента локации, из одного человека-представителя HR, из одного человека-представителя ресурс-менеджера, ну и так далее. А никто не выходит. Вот команда и Овни. То есть борд, он получается самоуправляемый. А какая ваша? Я, собственно, вхожу в несколько таких вот управляющих бордов, ну в том числе один из главных бордов, в который я вхожу, это талант-менеджмент. Я вхожу в борды по профессиональным комьюнити и компетенциям, PM-борд, Java, ну и так далее. И, собственно, я вместе с ребятами в разных ролях, иногда я помогаю скоординироваться им, договориться о чем-то. Иногда я какой-то проект экзекьючу, то есть мы вместе договорились, а этот проект экзекьючу. Иногда я помогаю ребятам осознать цели и проблемы, которые они пытаются решать. То есть в зависимости от борда, в зависимости от задачи, которую мы решаем, самоорганизующиеся борды, каждый сам себе выбирает ту роль, в которой он может быть максимально эффективным и принести максимальную пользу для борда и для компании в целом. Опять же, я говорю, дата-арти, вот эти борды, они командного типа. То есть мы работаем, там команда, там нет такого, что никакой иерархии. То есть все люди одинаковый вес имеют. Каждый высказывает свое мнение, как холократия. То есть каждый высказывает свое мнение, он смотрит на задачу под своим углом. Понятное дело, что HR смотрит под углом HR, Delivery смотрит под углом Delivery, Location Head смотрит под углом управления локацией. Но при этом ни одни из этих критериев, они не самые главные. То есть они все вместе главные. Поэтому и формируются эти борды, потому что один человек, ну очень тяжело одному человеку как бы стать на разные точки зрения. Ему он как бы часто занимает какую-то одну, ну может две точки зрения, и он с этих двух точек зрения как бы смотрит. А борд, он может посмотреть на все с разных сторон, взвесить все за и против, и после этого сделать как бы взвешенное решение. Договариваться? Ты знаешь, я когда пришел в дата-арт, я немножко опасался. Думал, что на самом деле, когда больше двух человек, трудно договариваться. Я думал, что это будет как-то долго приниматься решение. На удивление, принимается решение очень быстро. То есть, ну как правило, если у нас какая-то есть одна там, ну один вопрос для решения, за одну сессию, там или в чате, там или за, ну в митинге виртуально мы вопросы решаем. Ага. 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 Ну на время, в течение которого вы принимаете решение. Ну смотри, получается, в зависимости от того, какого уровня борт, то есть, сколько ответственные решения нужно понимать, да, там люди совершенно разного уровня, то есть, если речь идет о финансах каких-то, то джунов туда не поставят, потому что если там решение какое-то будет неправильное, один миллион пойдет не туда, это будет обидно. Если вопрос какой-то операционный, да, там как бы, ну люди растут постепенно, нельзя там, вот ты пришел к компанию, сразу ты попал, не знаю, там board of delivery, там, да, или board of operation. Сначала человек может попасть там какой-то там в борт, ну в рамках принятия решения в проекте, да, там тоже можно управлять тоже бордами. Не все проекты этим пользуются, но это не значит, что этого нельзя. То есть, в каждом проекте тоже решения могут приниматься коллективно. В тех бордах, в которых я участвую, что принимает свое внимание? То есть, не принимается во внимание уровень сеньорности человека, который высказывает мнение, а принимается во внимание мнение, которое он озвучивает. То есть, если человек, там, недостаточно как бы сеньорный или там слабо сеньорный, но говорит какие-то валидные поинты, и остальные как бы видят действительно, что в них есть какой-то смысл, то их принимает во внимание. А если какой-то сеньорный человек говорит, не понимая как бы, ну общей картинки, ну он сеньорный, как бы, но у него просто нет фулл пикча, он просто говорит вещи, как бы, ну не принимая во внимание и остальные вещи, то эти комментарии просто игнорируются. Не просто игнорируются, просто отвернулись все и не слушают. А говорят, что мы не можем принять во внимание ваш аргумент, потому что есть еще такой аргумент и такой. Датарта недавно мы праздновали, в прошлом году 20 лет. А она до начала уже была в Борде? Ну, с самого начала она не была 2500 человек, поэтому не было смысла объединять Борде. Она начиналась там из Mail.ru. Раньше кусочек Mail.ru – это была та же команда, которая сейчас работает в Тарте в Executive Management. И вот когда они откололись от Mail.ru, это была небольшая команда, и там не было смысла делать Борды. Это вот и был маленький Борд. Просто когда компания росла, начала скейлиться, и раньше 4 человека принимали решения за всю компанию, условно, да? А сейчас, допустим, принимает за всю компанию, ну не знаю, там 100 человек решения. И чем больше компания становится, тем больше людей вовлечено принятие решений, потому что больше аспектов, которые влияют на компанию. Больше нужно принять во внимание разных вещей, для того, чтобы решение было правильное. Появилась какая-то область, ну помните, как я говорил, переорганизация оргструктуры. То есть компания, как любой проект, она переосознает ограничения и цели, и смотрит на свою оргструктуру. Если оргструктура существующая, пускай она представлена бордами или кредитными людьми, она способна справиться с ограничениями для того, чтобы достигнуть цели, то ничего не меняется. Если мы видим, что не способна по какой-то причине, ну например, сейчас вот в Польше появился там новые правила по хранению информации персональной. Раньше этого правила не было, сейчас оно появилось. И существующая там оргструктура, как бы в том виде, в котором она была, она не могла как бы отслеживать эти вещи, потому что никто за это не отвечал, не было эксперта в этой области. Появился у нас комплаенс, после этого никогда раньше не было, сейчас появился комплаенс. Он сначала появился из одного человека, а потом к нему там добавляется команда, как бы, да, и вот они как бы отслеживают вот эти вот наши соответствия требованиям законодательства там разных стран, для того, чтобы не нарушать эти правила и законы. Ну и так далее. То есть мир меняется, то есть и в зависимости от того, как меняется мир, мы переосмысливаем нашу структуру и понимаем, нужен нам ли еще один борт, или существующие борды в состоянии как бы и каким-то образом мониторить и управлять и этими ограничениями, и этими там какими-то там аспектами. На самом деле, знаете, управление большой компанией чем интересно? Большая компания, она как корабль огромный. Вот представьте, вы капитан, вы стоите во главе большого корабля, но вам не видно, что творится за всеми бордами. То есть вы не можете принять решение, как бы основываясь на своих чувствах каких-то, на зрении, на экспертизе еще на чем-то. Чем больше корабль, тем больше людей и мнений вам нужно для того, чтобы принять решение, что мы делаем. Какое состояние наших двигателей, какая там находится, не знаю, среда вокруг нас, с корабля слева борта, справа, какая у нас погода, что нас ждет от самой там, ну, что показывает там разведданные, может противник где-то наступает, там и так далее. То есть чем больше корабль, тем больше во внимание нужно принимать как бы вещей и больше команды для того, чтобы собрать даже информацию для принятия решения. В маленькой лодке, когда вы плывете, вам все видно. Вы раз посмотрели как бы под лодку, вам видно, там как бы дно далеко, все нормально. Там никакое вам топливо не нужно, вы двигателями, ну, пользуйтесь веслами. То есть все решения вы можете принимать сами. Еще вопросы? У меня теперь вопрос. Какую бы тему в следующий раз вы бы хотели обсудить? Ну, какой-то мы использовали один манифест для компаний. Agile манифеста? Да. То есть Agile – самая интересная тема сейчас, да? Да. Agile, софт-скиллы, еще какие темы? Моциональный интеллект. Отлично. Еще какие? Та же самая тема детальнее. Ну, детальнее тут, получается, нужно выбрать из этого что-то одно, потому что там… Критическое мышление. Критическое мышление? Хорошо. На самом деле там ownership тоже очень важная, полезная штука, потому что люди под ownership понимают совершенно разные вещи, ну, как под любой штукой. На самом деле проблема состоит в том, что многие на самом деле просто неправильно понимают какой-то термин, и они хотят быть успешными истинами, но так как они понимают это неправильно, и вместо того, чтобы достигать успеха, они просто вредят и себе, и команде. То есть понимание правильного термина, то, чем мы управляем в себе или в команде, оно уже 90% успеха. То есть если вы понимаете четко критерии успеха, зачем вы это делаете и чем вы управляете, вы уже будете успешными. Там осталось только немножко работы, ну, не знаю, на пару лет. Еще вопросы есть какие-то? Спасибо вам большое. Я хочу, чтобы вы развивали свои таланты, у вас был огромный потенциал, и все ваши проекты были всегда успешными. Продолжение следует...